Почему вы согласились? Я всегда делаю в жизни то, что я считаю нужным. Если я вам не расскажу, это потеряется тот пласт, который вы никогда уже не вскроете. Вы нигде не найдете это. Нигде, никогда, ни с кем. Вы увидите то, что есть. Не надо изгаляться, выдумывать ничего. Когда пришли русские, все, что возможно, они все скупили. Такие дома, они никогда не продаются. Они передаются из парка. Почему я купил? Этот дом сегодня, у меня приходит иммобилей, дает 70 миллионов евро. Не, ну это оазис. Иди сюда, Макс. Макс. Макс, сейчас. Когда мне было 14 лет, Господь Бог меня послал выпить квас. Я пришел вот к бочке с квасом. И вдруг подходит группа молодых людей, постарше меня, года на 4, на 5. И вот мы начали с ними разговаривать. И тогда я узнал, что грабеж инкассаторов был настолько вот элементарен. Практически они оружие тоже не носили. И эти два парня выхватили сумку, бросили мне через забор, сами убежали. И я убежал. Вот так началась моя эпопея в советских лагерях. Первый раз это была детская воспитательная колония. Человек администрации поддерживал порядок. Он много изнасиловал детей. И вот когда мы ходили там по 100 человек, левые, левые, раз, два, три. И кто-то сбивался с шага. Если он попадал в любую часть тела, это был шок. Он мне переломал всего. И после этого взял меня как уже вареный овощ и выбросил меня в окно. Все понимали, что надо что-то делать. Я работал в кузне. И я чувствую, какая рука легла мне на плечи. И тогда вот этими тлещами, которые сами содержат тысячи с чем-то градусов, я обхватил его этими тлещами. Рядом лежал лом. И я этим ломом его смог уже в этом положении добить. Но я убил не его. Я убил страх. И вот я пришел в Житомирскую Крытую. И в Житомирской Крытой был такой майор Махно. Он говорит, здесь вас будут бить 26 часов в сутки. Начну я. И прапорщик читает там. Звягинцев. Хлебутин. Майор Чук. Подходит ко мне. У меня крестик. Алюминиевый я сделал из банки. Он говорит, а это что такое? И я перехватываю его руку. Но это равносильно выстрелу. Они ошалели. И вдруг прапорщик, беря мое дело, говорит майору, особо опасно. Владеет рукопашным боем, лучше не придумаешь. И Махно на меня посмотрел. И к другому пошел. Он же хочет бить безнаказанно. Бить безнаказанно. И тут вдруг появляется персонаж, который может ему выбить глаз, разорвать горло, ударить так в печень, что умрет через полгода. Но зачем ему надо? Потому что он со мной сделает. Ему же от этого легче не станет. Семенков. Ермолин. Мир уже изменился. Ну, 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 ну. Ну, 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 ну. Не думаю, что так сильно. Воровские законы и воровские традиции зародились еще в сталинском ГУЛАГе в начале 30-х годов Во времена репрессий миллионы людей, брошенные в ГУЛАГ по политическим и уголовным статьям Стали единственной оппозицией в СССР Криминальный мир был свободен от марксистско-ленинской идеологии Он жил по своим неписанным понятиям и законам, которые регулировали жизнь уголовной среды Именно в лагерях рождалась новая особенная каста Воры в законе, короли криминального мира Наколки стали отличительным знаком принадлежности к этой касте И по ним можно было определить место человека в криминальной иерархии Если человек с такой татуировкой попадает в определенные места, то все понимали, кто он Каждая наколка имеет огромное обозначение, это потенциал человека Это что он, кто, что из себя представляет А что обозначает ваше? Ну, не совсем лоялен к тем, кто помогает администрации колонии Вот такие наколки, как вот на колени Татуировки, звездочки Это значит, что никогда не стану на колени перед властью Под воздействием горбачевских вот этих реформ Впервые в секретном документе за все существование Советского Союза Был употреблен термин формы организованной преступности Это были совершенно наиваревые законы Это новая формация Так же, как в обществе старый отживает, новый появляется со своими уже дикими законами Они и женились, у них и дачи, и особняки, и прочее Это уже тип мафиози Не разбей окно, Саша Ты скажешь, что здесь бронированные окна? По всему периметру Как я тебе говорил, богатых нигде не любят А очень богатых тем более Поэтому здесь произведения искусства очень дорогие Здесь, ну и самое главное, не столько произведения искусства Сколько здесь дети мои, семья моя Я могу открыть, вот здесь все рукой? Нет, нет Это только через мою руку можно Это бронированное все Здесь обычно у банков стоит два магнита банковских дверей А у нас четыре Звук услышал, да? Я тогда один из первых, который создал банк в Советском Союзе Но тогда я не хотел давать свое имя Так как все-таки мое имя ассоциировалось бы, что я как бы так крышей являюсь Нет ни одного банка, где не было криминальных денег Где не было криминального влияния Где не было криминальных людей, которые просто сидели Некоторые вице-президенты просто были авторитеты преступного мира, судимые Весь рубок крышевал, банковскую систему, скажем Сначала они начинали за это деньги платить Потом это стало выгодно И потом уже самый настоящий рэкет пошел Надо было убить, убьют Надо было возбудить дело, возбудят МВД Они же работали на определенные структуры финансовые После того, как вы не получали по полгода заработную плату А вы полковник Вы должны были зарабатывать деньги А мы не всегда давали Ко мне подъехала милиция Взяли меня сразу, значит, конвой У меня наручники и в машину Они меня везли в лесомассив убить Он мне все об этом уже рассказал в машине Патрон в патроннике Ствол в затылке Я в наручниках Я выбил руль И мы столкнулись с другой машиной Но они погибли Вы видели другой шанс мне выжить? Я его не видел Дали бы вам сейчас Заполнить две графы Кому вы больше верите Бандитам или МВД? 75% Поверят бандитам 84% 84% Меня вот легионер поправил А покажи мне в России Человека, у кого нету криминального прошлого Назови одного Авитоска утвердила Государственную программу Бриватизации Уже через два месяца В стране появились ваучеры Номиналом 10 тысяч рублей Предполагалось, что каждый россиянин Получит свою долю В построенных за годы советской власти Заводах и фабриках Большинство продало ваучеры По цене примерно бутылки водки Но главного превращения экономики В рыночных достичь все же удалось Люди, которые ведут серьезный бизнес в России Это всегда на грани фола Вдруг вы видите На вашей территории Есть такой банкир Есть такой нефтяник И так далее Конечно, вы хотели бы поучаствовать Тогда же раздолье было Воюй! Забирай! Лежит даром, только убей! Лежит даром, только убей! Сначала убей директора Потом тебя испугаются И будут продавать тебе свои акции За бесценок Вот это Свинец И раньше Не было же холодильников И вот туда клали лед И вот свинец его держал Вот этому 300 лет Холодильничку Ура! Ух! Мама не горюй! Тогда уже происходило сращивание Молодых бизнесменов И так называемых синих воров В законе Ну, настоящих блатных Кто живет по законам преступного мира Тогда реально определенные заводы Контролировали воры в законе И они стали нанимать менеджеров Вы задавали вопрос Олегак Отвечу Он должен платить Без крыши он ноль Чтобы он был тем, кем он есть Надо было, чтобы крыша у него была Я, конечно, не самый большой лев В пустыне жизни Но я лев Львы никому не платят Наконец-то дошло до тебя Я сам сделал бизнес Я сам его построил Я его никому не отдал И никому не советую меня его забирать Люди старались приватизировать Все, что попадалось под рукой Вот этот персонаж Скупала акции за бесценок Отказать им не могли Это равносильно заказывать себе место на кладбище Он лично сам убил человек 200 Я хотел его убить Но это касалось конкретно моей жены, моего ребенка Он заминировал машину, в которой они ехали Он понимал, что если он это сможет То он меня полностью деморализует Я никогда не пользовался никакими киллерами в своей жизни Я лежал на крыше, была зима Я взял там, наверное, 6-12-14 Я уже весь замерз Я через оптику смотрел Когда он выходил из ресторана Я знал, что он бывает там практически каждый вечер Это была его отчина Это оперативники тоже знали И когда он выходил Они напали на него Смогли одеть наручники Они его затолкали назад в этот ресторан И уже через черный год Куда я не смог подойти Они его увезли И вот я впервые плакал Когда я не смог выстрелить Убить Россия часть якобы Европы Но Россия более брутальная Более жесткая Европеец, вот он нашел какую-то нишу в своей жизни Ему есть 10% годовых Он доволен безумно Он хранит Он старается приумножить Он очень дорожит этим Россия другая Основу моего приезда в Израиль Передвигаться Чтобы я не чувствовал себя закрытым Без визы и так далее На то время И я имел эту возможность Как время показалось Я получил буквально очень быстро этот паспорт Я тебя прошу, блядь Я тебя прошу Как это удавалось, блядь Много ума надо было Бери еврейку Женись на ней, блядь Получи Лисепасе Потом через год Получи паспорт Что ты гжешь, блядь Израиль стал важной платформой для российского криминального мира Здесь, вдали от криминальных войн Можно было отдохнуть Надежно спрятать свои деньги И разъезжать по миру с надежным израильским паспортом Весь этот праздник продолжался до тех пор Пока израильские правоохранительные органы Первыми в Европе Не почувствовали серьезную угрозу Финансовой и экономической стабильности государства И перешли от слов к делу Я уже жил в Париже Министром этого дела Иушаева Передал письмо Ельцину В котором говорилось Что в Париже по такому-то адресу Живет человек, который готовит покушение На Бориса Николаевича Ельцина Ранее организовал вооруженное сопротивление Его охране Ну это мой бывший компаньон Это был очень сильный, влиятельный человек в России Он был вхож к Ельцину Так вот У меня дома при обыске Было найдено оружие И документы Которые позволяли мне ездить по Европе А я в это время был в Израиле, в Тель-Авиве И передо мной стояла такая дилемма Если я откажусь Пристать пред правосудием Франции Я подтверждаю Обвинение Если я приезжаю во Францию Я могу Пожизненно получить Естественно, я выбрал второе Так как я не был ни в чем виной И был суд Мне дали условно Я находился под подпиской О не выезде с Франции В связи с расследованием дела О покушении на Ельцина В одном из дней, которые я должен был отмечаться Меня встретили очень приятные молодые люди И спросили Мы знаем, какое вы имеете влияние Не могли бы вы случайно оказать нам помощь У нас четыре человека французов Находятся в плену Чечена Лично Ширак обратился к Ельцину Чтобы Ельцин помог Но он не смог ничего решить У меня был парень один Чечен Он очень уважаемый там Вот он когда-то со мной сидел в лагере И была ситуация При которой я Спас ему жизнь И за две недели Он мне их нашел Живыми И их здесь встречали Во Франции Это освобождение стало Самым загадочным освобождением За последние месяцы Подробности которого Как и самих пострадавших Два дня французское посольство В Москве тщательно скрывало своих стен Меня бы в первую очередь Отсюда попросили бы Мягко сказать В первую очередь Не будь Войны в Чечне Как мафия Самый-самый-самый-самый сильный Самый бандит Самый Главорез Самый Каннибал Все дело в том Что у меня война была Алюминиевое сообщество Которое Я занял свою нишу Это же огромные Огромные дивиденды И конечно Им надо было Решить вопрос со мной Меня обвиняли Бог я знаю В каких вещах И они хотели Меня экстрадировать В Россию Всего Всего И мне необходимо Было себя легализировать Но я просто понимал Что Это Все возможно В России Но у меня Был уже период Когда Для меня Она Только могла Закончиться Как бы так Вот Другие В другой плоскости Только смертью И если Я в тюрьму попал То Я там хозяин Все Им Это Не надо Милый господин Решил Перед Богом Узаконить Мою жизнь А потом Господин Милый Говорит Ну почему У вас Церковь В таком Плохом Виде Потому что Нет средств Чинить Очень просто Когда я Я взял номер счета У владыки И перевел Где-то около Получилось Где-то около 600 тысяч долларов И естественно У владыки Варнавы Сделали Обыски Такой дикий обысок Брутально Варварские И конечно Их забрали В кутузку Во Франции Вы не можете Принимать Деньги Если Вы Не знаете Происхождение денег Но простите По Евангелию Да правая Рука Не знала Добро Которое Делает Левая Но эти деньги Как мы видим Они инициировали То что мы выиграли Все суды И сегодня Мы можем Говорить о том Что это Русский храм И вот с Божьей помощью Мы с тобой Должны многое сделать Купола будут Золотые Мы хотим Этот храм Сделать На задание Все что Русские возвращаются С Божьей помощью Обнимаю всех Спасибо вам Вот по Каннскому храму Об этом узнал Путин Он дал команду И мне дали Индульгенцию Что мы Надо Мы вам дадим Любые бумаги С России Потому что Они понимают Что Я сделаю это Искренне Проходите Мы вас ждем Так вот Это Павел Буре И это Пасово Это миллиардер Бандюга Видишь какой Вшатка Ну помогает России Уйди отсюда Сигарой Самый богатый Чирк России Вы сами Ой Браво Федор Браво Браво Мафия В России Это группа Чиновников Но их тоже Убивает Чиновник А убивает За следующий Есть объект Ему за этот объект Дали 15-20 миллионов Чтобы он Приватизировал Объект Проходит месяц Два Год К нему Говорят Сергей Сергеевич Вы Обещали же Приватизацию Да Обещал Ну и что У меня не получается А дайте деньги назад У меня нету На дальнейшие действия Тех людей Которые давали деньги Кто больше Является Бандюгой Тот Кто Сотни тысяч людей Оставляет обездоленными Без средств Для существования Или тот Кто залазит В кошелек Ни один чиновник Ни один хапуга Близко Не делает то Что делают люди Моего плана Ни один Никто в России Столько не делает Чтобы вам было понятно Что это такое Как вы говорите Вови в законе У меня все в России А здесь интернет Телефоны Вполне достаточно Чтобы Следить И контролировать Бизнес Если вы Финансовая структура Которые хотят войти В Россию Вы хотели бы Увидеть Какая ситуация В том или ином регионе Я посылаю Юристов Аудиторов Смотрю И мы получаем От финансовой структуры Западной От 3 до 7% Белунов Белунов У него кличка Леня Макинтош Один из первых Выехал на Запад Там начал развивать бизнес Он и сейчас Очень позиции Серьезные занимает В бизнесе Или в криминале А из криминала Не уходят Серьезные Серьезные Продолжение следует...